В аэропорту Ходаки и Белая пища. Учительницу из 59-й гимназии встречают как победителя. По сути, войти в пятерку лучших учителей всей страны, среди почти сотни претендующих педагогов, это уже большое достижение и победа. Вся российская гимназия, родители, учащиеся, педагоги, вся бурятия, выпускники рады такому успеху. Мы желаем вам дальнейших высот, чтобы все удавалось. Талантливейший учитель, самый лучший, самый креативный учитель. Очень рады. Дорогая наша любимая Елена Баджаргаловна, от лица родителей вашего пятого класса мы выражаем слова восхищения вашего, знамительной победы. Мы не винуто вас не сомневались, очень болели, на вами следили. Мы вас очень любим, мы очень рады, что такой учитель с большой буквы наших детей велик идет по дороге знаний. На встрече с мэром Елена Цедыпова признается, что на победу не рассчитывала, но в свои силы всегда верила. Мы просто безмерно счастливы, и это еще раз подтверждает, знаете, что наши дети находятся в надежных руках, они будут вас служить, вас любить. Все благодаря тому, что вы имеете и компетентность, и знание, и самое главное, влюбленность в свою профессию. Помимо конкурсной награды «Малого хрустального пеликана» Елена Баджаргаловна получает подарки от городских властей. Работа моя обязательно изменится в другую сторону. У меня уже столько идей со своими пятиклашками все это вытворить в жизнь. До сих пор еще не верится, а когда вошла в пятнашку, понимала, что сейчас нужно приложить все усилия, и начались вот три бессонные ночи. При всей вот ее восточной скромности и красоте сразу было в ней видно особый интеллект, особые способности, любовь к профессии. И я понимала, что вот это образ будущего, идеальный образ учителя. Добавлю, что таких успехов на всероссийском уровне педагог из Бурятии добивается впервые. Уже с понедельника Елена Баджаргаловна вернется к своим пятиклашкам в 59-ю гимназию и продолжит преподавать русский и литературу. Мария Латышева, Вячеслав Батоев, Новости дня.